И тут что-то произошло. Да, тогда что-то произошло. А серфинг был? Мурашки. В том числе. Что происходит? Не знаю. Так, сейчас вы подключитесь все. Так, так. Ну, пока вы все подключаетесь, рассказывайте, что это у нас спите. Что делаете? Давайте пишите, чем вы занимаетесь вечером 23 февраля. Кстати, мужчины, кто у меня сейчас в прямом эфире с праздником, с днем защитника, вы наша опора, вы наши силы, вы наша надежность. Без вас мы бы не чувствовали себя женщинами. А так девочкам всем желаю обрести своего настоящего защитника. Очень хочется встретить, пожелать встретить и себе такого мужчину и всем остальным, кто еще пока без отношений. Так. Так. Вы сегодня занимались любовью? Да. Ой, Сереж, Лазарев, привет. Я просто только сейчас вышла из ванной. Видела, ты звонила. У меня просто на беззвучном телефон стало. Сейчас после прямого наберу тебя, если спать не будешь. Брови стали светлее. Брови у меня в корочке стали появляться. У меня вообще неоднородные сейчас. Но это еще дня три и все нормально будет. Так. Кто-то домой с салона красоты приехала. Мы сегодня с подружкой, точнее вчера и сегодня отдыхали в отеле. Вот. Вернулась я домой часа два назад, три. Так что насыщенные выходные у нас не прошли, как обычно. Тебя ждали. Спасибо. Мы отметили еще вчера. О! Тоже дело хорошее. Холодно в доме? Да. К сожалению, холодно. Что смотришь? Смотрю кино. Любовь живет три года. По-моему, так фильм называется. Так. Вы где-то так одета? Дома. Дома я так одета. На домах холодно. Мой будущий принц пока скакал, заблудился. Так. Ну, пока принц скакал, заблудился. Коня не выбирайте. Я смотрела классный фильм, да. Я, по-моему, давно тоже смотрела. Честно не помню. Или начинала смотреть. Ну, в общем, не помню, чем он закончился. Вот он и так фоном играет. Так. Ну, рассказывайте, девчонки, что подарили мужикам на 23-е. Были у кого-то интересные идеи? Были у кого-то интересные идеи? Или вы так, ждете на 8 марта, а в 23-е мы особо не готовились. Или мужчины, что вам подарили девчонки. Надеюсь, не носки, а туалетную воду или гель для душа. А почему нет отопления? Отопление у меня есть. Просто на улице сегодня будет минус 25, и, соответственно, в доме снова холодно. А как спите? Тоже одета? Нет, не во всей квартире у меня холодно. Только в той части, где панорамные окна. Там, где лоджия теплая, отапливаемая, там очень тепло. 25 градусов. Поэтому спать можно голяком. Надюшка с праздником. Ну, я ж не мужчина. У меня сегодня нет праздника. Печку возьмите дополнительно. Да, думала уже купить обогреватели. Хотя бы в спальне поставить обогреватели, чтобы во второй спальне было тоже тепло. У вас красивые реснички. Спасибо. Нашла очень хорошего мастера в салоне. У меня тешится. Так. Надюшка, посоветуй, пожалуйста. Работать тяжело. Целый день на ногах. Бегаешь по магазину, но денег не хватает. Что делать? Ну, можно в интернете зарабатывать. Можно освоить какую-то дополнительную профессию. Типа СММ продвижения, аккаунтов и так далее. Ну, то есть много есть возможности сработать в интернете. Тоже примерно. Ну, дело в том, что сейчас темно. Ну, в общем, окна у меня до потолка. От пола. Не знаю, видно вам. От самого пола. Так не видно, наверное. И до потолка. С выходом на террасу. Так. Это проще вам окна показывать на самом деле днем, при дневном свете, потому что сейчас мало что увидите. Когда на работу выходите? Не выхожу. У меня предполагается работа, не выходя из дома. Надеюсь. Я буду большую часть времени проводить дома и иногда ездить на работу. Вот брови огонь. Спасибо. Брови еще на самом деле, кто делали брови поймут. Они у меня вот если вблизи, смотрите, все в корочках. Ну, вот только кончик сошел у меня. Он светлее. То есть брови должны сойти все корочки, и они будут светлые. Они у меня, как я не знаю, у дикобраза были местами. Ну, то есть сейчас еще дня три. Все это отшелушится, пройдет, и вот все хорошо. Ну, вот кто-то, оказывается, в темноте мои окна и видит. Ну, ладно. Привет из Крыма. Да, Крыму тоже большой привет. У нас такая дилемма с подругой. В марте месяце хотим полететь отдыхать и сменить картинку. И вот у нас на чаше весов Крым или Сочи. Вот думаем, куда рвануть. Летом будет красота. Да и когда морозы спадут, сейчас поменяют эти окна. Вот. И думаю, будет вообще красота, когда будет тепло. Давно дружите с Аней. На самом деле, не так знакомы мы гораздо дольше, чем мы дружим. Но, вы знаете, я вообще говорю, люди сходятся каким-то стечением обстоятельств. Просто вот как-то под конец года нас не закружило, и мы стали прям вот не просто общаться. То есть общались с тобой всегда. На дне рождения она у меня была. Я, правда, не доехала в больнице, лежала в этот момент. Ну, то есть общаться в интернете и так вот просто на смс, как мы много общались. А вот именно чтоб сдружились, ну да, под конец года. Не страшно, даже решетки нет, а первый этаж. Ну, во-первых, у нас двор закрытый, без машин. Сюда посторонний не попадет. Нужны электродные ключи. А во-вторых, а что страшно? У меня тут что, миллионы или, не знаю, там золото, бриллианты лежат. У меня брать особо нечего, поэтому нет, не страшно. Я просто не знаю, оставаться на этой работе или искать что-то другое. Слушайте, ну, если бы мне денег не хватало, я бы даже вопрос так себе не ставила. Я бы быстро, параллельно искала другую работу и, конечно же, с нее уходила. Потому что если не хватает денег, то а как жить впроголодь? Ну, или искала вторую работу на совмещение. Ну, однозначно, что-то с этим делала бы. Окна дают свежесть в комнате, а до потопления моего окон можно решить? У окон точно нет, потому что окна-двери – это выход на террасу. То есть обогреватели или, там, батареи под окнами не вариант. Поставить они до самого пола, если бы, конечно, их не открывать. Скучайте по дому-2. Да, больше скучаю по атмосфере, по людям, по коллегам, по этому режиму, по этой атмосфере. Ну, конечно, скучаю. Я там столько лет поработала, ребята. Крым, Сочи. Да, смотрим, это даже мнение у подписчиков разделились. Надя, ты покрасилась. На самом деле… Нет, это просто так свет падает. Ну и… Да нет, ну просто… Ну, более русый, да, наверное, покрасилась. Когда мы тебя увидим с парнем? Ну, когда появится, тогда увидите… Точнее, когда появится, тогда я об этом скажу, но увидеть точно не увидите. Вы меня много в Инстаграме видели с парнем? Хотя я практически всегда в отношениях. То есть я считаю, что личная жизнь на то и личное, чтобы о ней никому никогда не говорить. Ты в куртке? Нет, это тёплая кофта. Террасу не хочешь застеклить? Точно не хочу, потому что у меня есть застеклённая лоджия, отапливаемая. Зачем мне ещё одна застеклённая площадка? Я как раз подкупила в этой квартире, что терраса не застеклённая, а лоджия застеклённая. То есть у меня есть и то, и то. Поэтому нет, хочу оставить открытым. Надо отрегулировать окна и всё. У нас эти окна не подлежат регулировке, потому что на высоту 2,75 всего один присоединительный запор замком. Всё остальное, больше заглушек нет. То есть окна не плотно прилегают, это брак заводской. То есть конкретно в этой модели всегда будет холодно, потому что... Ну вот представьте, высота окна 2,75. И всего в одном месте плотно окно прилегает там, где замок. Ну то есть открывать на улице. Во всех остальных местах запорных элементов нет. Прилегающих этих присосок, ну вот... Поэтому установить их не вариант, то есть конкретно в этой модели. Поэтому эти окна конкретно, это брак. А застройщик с этим согласен, управляющая компания с этим согласна. Написано заявление. Но, к сожалению, это не так быстро поменять и сделать. Потому что окна этого размера на заказ, конкретно этого цвета. У меня, чтобы вы понимали. Не знаю, видно вам или нет. Сейчас. Они тёмно-серого цвета. Цвет фасад антрацит. Это не белые окна, это не пластика, это алюминиевые. Ну то есть вот надо делать на заказ. На заказ это ждать месяц. Сейчас компания находится в Тюмени по производству окон. Поэтому сейчас вообще морозы на улице. Сменять окна не вариант. Поэтому тут много нюансов. Короче, как-то так. Видно одни пробки нереалов. Слушайте, пробки везде. Назовите мне место в Москве, где утром нет пробок. Я с удовольствием туда перееду. Холод хорошо, помолодеешь. Ага. Поэтому, походу, я на свой возраст не выгляжу. Ты ещё мёрзнешь? Да, ещё мёрзнуть буду месяца полтора-два, походу. Как называется фильм? Фильм называется «Любовь живёт три года». Как вы похудели? Ой, как я худела последний раз? Лучше не надо, честно. От души советую вам таким образом не худеть. У всех такие проблемы с окнами? У всех квартир, которые на первом этаже с панорамными окнами, да, весь первый этаж — это всё брак. На втором этаже окна не панорамные и выше этажах. Ну, то есть второй, третий там и так далее. Не панорамные окна, там пластиковые окна. Они другой конфигурации, поэтому там брака нет. Весь первый этаж с такими высокими окнами — это брак. «Привет из Тюмени». Спасибо. Ещё раз, да. Фильм называется «Любовь живёт три года» по одноимённому роману. Красивый цвет волос. Спасибо. О, а скажите мне, а видно скулы? У меня вроде отёки спали. Видно, как сделаны скулы? Мне кажется, да. Может, мне одной так кажется? «Повторите таблетки для похудения». Слушайте, у меня есть целый пост, посвящённый этим таблеткам для похудения. Зайдите ко мне на страничку в ленту, пролистайте там пару постов, и там вот всё как раз написано. Ты классная. Спасибо. Сто лет я не видела — отлично выглядишь. Ещё бы сто лет не видеть, да? Но всё равно спасибо приятно. О чём-то. Я о скулах, ребят. О скулах. Вот об этой части. Вот спрашиваю, видно или не видно. А через несколько месяцев станет лучше. Это вы про окна? Да, о скулы видно. Спасибо. Блин, я так мечтала о скулах. Это как помолодить лицо без перебора, когда он такой потянутый немножко вверх, вот как лифтинг. В общем, мне прям правда очень нравится. Я старалась по чуть-чуть совсем, чтобы не было такого ну прям эффекта. Но даже так вот мне прям видно. Огонь. А где Жулик? Жулик спит. Жуля спит. Привет. Что с работой? А что с работой? С фильтрами не видно. Да ладно, мне кажется, не видно всё равно. Даже несмотря на фильтр всё видно. Блин, без фильтра просто у меня такие брови сейчас страшные. корочками, что не очень хочется себя без фильтра честно показывать. Что будет после скул? О, бы ещё поколоть бутокс. Вроде и так нормально. Пока ничего. С зубами надо что-то делать. А что у нас с зубами не так? Надолго эффект от скул? Ну, в зависимости, сколько вкололи. Я прям совсем немножечко нашла классную девочку. Вот косметолога, которая именно такие красивые скулы делает. Естественно всё. Ну прям лицом молодое-молодое смотрится. Ну вот, девчонки, кому за 30 меня поймут. Если хотите, скину завтра прям в сторис, как обещала. То есть прям вот, я обещала эффект после. Прям могу скинуть и снато кому-то информацию на косметолога. Вот конкретно скулы у неё прям, блин, бомбические. Ну, не знаю, мне очень нравится. А так эффект, ну, 8-10 месяцев где-то плюс-минус. Зачем оправдание каждый раз? То прыщ, то бро, и просто скажешь, что без фильтров некомфортно. Ну, если бы так и было, я бы так и сказала. У меня есть куча прямых эфиров, где я без фильтра. Я ж не всегда с фильтрами веду прямые эфиры. Поэтому не вижу в этом ничего криминального. Господи, сейчас... Ну, хочу с фильтрами, хочу без фильтров. Это ещё моё личное дело. Я ж ни у кого не спрашиваю разрешения. Вот сегодня у меня комфортно с фильтрами. Там же у меня брови с корочками. Завтра комфортно без фильтров. И, кстати, у меня в сохранённом, в HDTV, есть куча эфиров, где я без фильтров. Пожалуйста, заходите, смотрите. Ну, то есть не придумайте ерунду. Как СММ обучиться правильно? Слушайте, ну, куча курсов. Даже в YouTube есть куча бесплатных курсов по обучению. То есть я как-то кидала тоже кучу бас есть по обучению. Сейчас это в таком доступе широком. Просто погуглите реально. Сколько стоит скулы сделать? Это в зависимости, сколько вы хотите вколоть. И от вашего исходника тоже лица зависит. Ну, то есть вот вообще лицо обычно ползёт вниз с возрастом. И вот носослёзки, носогубки и отсутствие скул. Ну, вот так вот лицо прям вниз. А когда скулы подкалываются, то есть ты прям смотришься очень юный, свежий, молодой. Ценник, ну, реально зависит от того, сколько препаратов вы вкололи. У меня была асимметрия лица. Ну, если кому интересно, то, короче, в одну скулу мне вкололи, по-моему, 1,2 или 1,6 даже. Вот в эту. А в эту всего 0,6. Ну, то есть как бы исправляли асимметрию максимально, насколько это возможно. Вот. Так что вот так. Всё зависит от того, какой именно препарат. У меня был растилайн. А вы можете взять... А, стеллаж у меня был. А вы можете взять другой препарат. Ну, то есть как бы ценник такой момент, смотря что будете вкололить. Давай я к тебе сейчас домой приеду. А зачем? А сколько ты хочешь, чтобы я к тебе приехала? Я вообще не хочу, чтобы ты ко мне приехал. Я даже не знаю кто. Ты сейчас решил, что я вот так вот пускаю посторонних к себе домой. Ага. Жуля Балунишка. Да, у меня тут пока я отдыхала с подругой в отеле. А что мне делать? Жулик отличился. Сгрыз у мамы. Кожаные, зимние, ботинки. Мне так жалко я был. Такие на цигейки. Ну, прям вот классные. Просто разголодал, что походу они не подлежат восстановлению. Завтра поеду в мастерскую. Знаю вообще, можно ли это всё сделать или нет. И у подруги сглодал, блин, стельку и хлястик на угах. Просто жули, блин, тут за выходные, очень отличился. Как девочку зовут, которая скула, делаю завтра. Девочку зовут Мила. Я про неё выкладывала как-то информацию, но могу в сторис ещё раз её отметить, чтобы её не спрашивали. Если интересно, кому-либо в личку пишите скидную контакты. Меня зовут Касмар. Лора. Значит, ты говоришь Лора. Пока я не знаю. Вы моя должница. Поколите, потом в 30 лет лицо будет, как у бабки 70-летней. Ну, вообще, мне 36, 37 практически. И всё прекрасно. Надь, вы не курите? Нет, не курю, не курила и никогда не буду пробовать. Почему бы и нет? Отлично. И последнее. Вы не будете из зверей? Нет, у меня было три года. Так. Хитро. Говорит, я посторонняя на странице с тобой фотки. Ну, что? У меня, у полстраны могут быть со мной фотки на странице. И чё? Это чё показатель? Я не знаю, кто ты, например. Привет вашей маме, зять не нужен. Моя мама уже смирилась, что, походу, она говорит. Я буду на пенсии примерно в этой же возрасте замуж. У меня уже даже мама со мной ржёт на эту тему. Нет, не нужен. Он наказал за то, что сгрыз обувь. Да, он маму наказывала, чтобы он сразу понимал по факту. Но, как бы, от этого обувь не вернётся. Перчатки выкинула. С перчатками, да. То есть, он меня сгрыз накануне. Я помню, ездила, когда на суд. Приехала расстроена. Ещё узнала, допустим, что у меня кожные перчатки сголодал просто, блин. Но мне подружка подарила перчатки один в один точно такие же. Даже этой же фирмы. Вот. Поэтому я не сильно ощутила потери. Я так плакала и так жалко у меня стало. Она, короче, мне подарила такие же перчатки. Глаза немного опухшие. Ты плакала. Я просто смыла косметику, на самом деле. И дико мы сегодня не выспались с Анюткой. Мы просто куролесили до последнего, всё ржали. Ну, вот у меня просто очень смешные сторис. Можете зайти посмотреть. Короче, легли мы часа в четыре. Слушай, вырастим завтра. Ну, да, в четыре, если не позже. А встали в десять, потому что завтрак был до одиннадцати. И надо было как-то... А до этого мы тоже не спали, потому что в караоге тусили, короче, пели до хрипоты, что поспали всего три часа. Ну, то есть как бы выходные, вот эти три выходных, которые были у страны, мы поспали в общей сложности часов семь-восемь за все эти дни. Поэтому, мне кажется, я просто тупо устала. Это надо просто выспаться. С Женей Кузиным общаюсь. Я, честно, давно с ним не общалась. В клубе с кем тёрлась? Я что, тёрка? Тереться. В клубе я не тёрлась. В клубе я не была, я была в караоке. Вот, поэтому... Выражение подбирайте. То, что со мной курил и бухал, это нормально. Говорят, что всё это хрень для малашки, для лохов. Макс, у вас, походу, не все дома, мне кажется, или весеннее обострение. Вам, наверное, тогда к психиатру, не ко мне. Я не курила ни разу в жизни. Никогда ничего. Ни траву, ни сигареты, ни даже кальян. Чтоб вы понимали. Поэтому не пишите эту ерунду и не вводите моих подписчиков в заблуждение. У нас наделся двухголовый перегон. Хочешь посмотреть? У меня 32 кальюги лауронку с 28, выгляжу на 22, кожа идеальна. Вот. Я согласна, что если без перебора, и косметолог хороший, сам не похож на транс, у него есть эстетический вкус к улучшению внешности, то всегда всё будет на высоте. Ну, то есть, вот, мне через неделю 37. Ну, и как бы мне 37 никто не дает. Ну, то есть, ну, вот, мы даже в караоке были. Сейчас молодой человек подошел, познакомиться на танец, пригласил. Ещё такой, говорит, ну, повзрослеешь, типа, поймёшь. А ты как? Да куда же ещё ты повзрослеть? Уже вроде не маленькая. Говорю, чай не 20. Он такой, а сколько тебе лет, если честно? Я говорю, сколько дашь? Ну, 28. Мне было, честно, очень приятно. Хотя я была накрашена, ярко, то есть, ну, как бы для караоке. И мне дали 28 лет. Приятненько. Хочешь взглянуть? Чё, такая серьёзная? Улыбайся. Улыбаюсь. Конечно. Не боишься, что я на чём-нибудь попадусь? Так. Она бухает жёстко, я знаю, ей стыдно. Во-первых, мне редко, когда бывает стыдно. Во-вторых, не бухаю. А, нет, ну, когда я была видна в караоке, да, я пила. А так, ну, до этого нельзя было, я болела долго. Вот, так что алкоголь в моей жизни сейчас, к сожалению, крайне редко. А потусить, просто поотдыхать и покоролезть, это я люблю, но это можно делать и без бухла. Как суд прошёл? Я тебе не верю. Хотелось бы лучше, это было очередное слушание. Но... Извини. Пока беспросветно. Ну, вот чтоб куда-то сдвинулось дело. Пока просто слушает, даже ещё не приняя сторон. Там, короче, до окончания, мне кажется, ещё как до Китая. Всё, нужно прятать этот собак. Да ругаем его, вроде как бы он грыз только тапки, но что-то он в последнее время разошёлся. Журик, надо, походу, его это... Снова в чувство приводить, начинать воспитывать. Я не знаю, что у вас с тобой ничего общего. В моей жизни ничего не случалось, а твою маму съел тигр. Надёж, ты такая хорошенькая. Спасибо. Очень приятно. Хотела бы я, чтобы моя мать погибла в автокатастрофе. Когда у тебя день рождения? День рождения у меня 5 марта, через 10 дней. Чуть-чуть осталось. Настоящие пары никогда ни в чём не соглашаются. Покажи себя без фильтра. Не могу, потому что у меня уже даже через фильтр видно брови с корочками. Прямо же, видите? Ну вот, не знаю, видно вам. Поэтому я не хочу в таком виде себя показывать. Ну честно, я имею на это полное право. Не обязательно. Да, но вдруг придётся. Лучше бы разок сделать это заранее. Прямо сейчас. Знать, пока не рожал, организм не стареет. Да дело не в этом, слушайте. Дело не только в родах. Тогда бы все, кто не рожали, выглядели бы худыми, стройными и свежими. А те, кто рожали, были бы расплывшимися бочонками. Я знаю истории, которые прям противоположны. Это вообще не доказательство. Ничего. Кофту с водолазкой не оси, пожалуйста. Слушайте, у меня дома холодно. Вот в чём мне комфортно и тепло, то и ношу. Как приучали ходить на пелёнку. Слушайте, у нас щенок изначально был приучен. Его приучили в питомнике. Вот. Поэтому проблем вообще с этим не было. В 37 без ребёнка это дура. Окей, Макс, я дура. Не сидите в прямом эфире у дуры. Можно я без вас его поведу? Так. Надюш, как думаешь, почему у тебя не получается с мужчинами? Честно, я себе этот вопрос задаю на протяжении... Ну не 36 лет, ладно. Последних десяти лет. И, наверное, ответ такой, потому что не умею разбираться в людях. Вот клянусь реально, сколько я хорошо разбираюсь в людях. Ну не касательно личной жизни настолько я не умею разбираться в мужчинах. На проекте, точнее до проекта у меня были всего одни отношения. В 23 года, представляете, у меня был всего один мужчина. Но это долгие были отношения. Там 4 или 5 лет они продлились. Я этого человека переросла в отношениях. То есть он был старше у меня на 7 лет. И мне он делал трижды предложения. Ну реально клянусь. И что-то как-то я прям понимала, что... И вроде люблю его. Ну точнее, наверное, была просто влюблена на то, что это были первые отношения. Но никогда не ощущала, что я с ним встречу старость. То есть у него дом, работа, гараж. Дом, работа, гараж. Ага, попить по выходным пива с друзьями. И я поняла, что такой жизни не хочу. От него, расставшись, я прыгнула с парашютом и ушла в дом 2. А в доме 2 у меня были отношения сначала с Гобозовым, потом с Глебом. Это ахтинг. Выбирать мужчин на тот момент я не умела. Ну то есть это какой-то, блин, я не знаю, трэш. То есть ты, видимо, увлекаешь человеком, наделяешь его теми качествами, которые этому мужчине не свойственны. Ну, как бы я выбираю почему-то всегда... Вот клянусь, реально я выбирала всегда незрелых мужчин. Я не хочу незрелых мужчин. То есть зрелость у мужчины в отношениях – это не от возраста. Я всегда привожу в пример Рома Капакой, которому 22 года, который вот не по годам зрелый мальчик. Мужчина даже, ну не мальчик, который пришел на проект, ему было 18 или 19 лет. И который уже счастлив в браке пару лет. То есть пример. Молодой парень, ему 22, ну по возрасту. Но настолько мудрый и гармоничный, сбалансированный, то есть вот все при нем. А есть кому, блин, как мои бывшие, наверное, вроде возраст нормальный, а в голове какая-то смена ценности, взросление и так далее еще не произошла. И вот, к сожалению, как-то вот я в этом плане не умею выбирать. Честно, я после последних отношений вообще очень разочаровалась, как ты сказала себе, что, блин, все, ну нафиг, не хочу отношений пока. Мне вот кайфово сейчас одной, я не хочу никому привязываться, я не хочу влюбляться. Я влюбляюсь раз в десятилетку редко, но метко, и больше пока не хочу. Может быть, я, конечно, потом передумаю, как-то, блин, буду думать по-другому. Вот мне сейчас реально кайфово так. Лучше я буду зарабатывать деньги, у меня это хорошо получается, путешествовать, не знаю, там, посмотреть мир, общаться с друзьями, не сидеть дома. То есть, ну как бы не из тех, кто там в депресснике, ой, все, не получилось. Ну и вот пока на данный момент отношений мне вообще не хочется. Почему бы никогда не взяла собаку с улицы? Объясню почему. Потому что мне всегда хотелось определенную породу, точнее, я просто влюбилась вот в породу шпицей. И последние шесть лет у меня была прям вот, блин, такая розовая мечта взять маленького щеночка на ладошке, выбрать его сама в питомнике по характеру, по окрасу, по тому, какой у нас коннект с ним быть, чтобы он был очень похож на меня характером и внешне. И растить вот с малявочки такого вот, с комочка до большого-большого пса. Поэтому взять просто собаку с подбитой судьбой, я очень уважительно отношусь к передержкам, к таким вот питомникам. Иногда, кстати, помогаю, но лично себе такую собаку не взяла. Потому что это все равно искалеченная психика, это стресс для животного. То есть, я всегда считаю, если ты не можешь обеспечить собаку и содержать ее, блин, не заводи животное. Я считаю, у нас какой-то очень лояльный закон в стране относительно животных. Я бы его, честно, ужесточала. Но вот я себе хотела именно вот выбрать сама по характеру, по окрасу, чтобы вот он... Ну, вы знаете, вот зашел вот твой пес и растить его прям вот с месяца, с двух вот такого, чтобы большого-большого потом. Что с бровями? Да, брови сделала перманент, пудровое напыление сверху. Сейчас-то корочки, поэтому... Поэтому как-то так. Ну, короче, еще три дня, и будет у меня все нормально с бровями. Как будешь отмечать день рождения? Блин, честно, мне это настроит отмечать день рождения. Я бы, мне кажется, куда-нибудь свалила, отключила телефон и уехала за город или вообще в другой город. Как-то так пока. Но если у меня получится найти заведение, караоке, все договориться, то, возможно, я соберу друзей. Короче, пока вот в какой-то прострации все. Не все мужчины хотят первого ребенка уже от взрослой женщины. Это ж не мои половые трудности. Ну, не хотят и не хотят. И че? Мне нужно что, статистику или все, запрос провести? Не хотят и не хотят. Типа, свободен следующий. Господи, какая-то проблема. У тебя есть работа на завтра. Кухни и мучные черни, надо почистить. Сделаешь? Да. Это не займет у тебя. Я уже делала это неделю. А что с бровями? Блин. Ребят, про брови я уже ответила. Так. Я думаю, это в тебе проблема. Всегда виноваты две стороны, ребят. Не бывает так, что один человек в чем-то виноват. Возможно, какие-то вещи я отрабатываю. Возможно, ну, то есть, если сейчас вдаваться в психологию и философию, мы уйдем в дебри, ну, дятины. Я не думаю, что всем прям интересно мое умозаключение на эту тему. А вообще, просто поздний брак мне нагадали еще в 14 лет. Мне сказали, я выйду замуж, когда у меня будет седьмое кольцо. Я уже рассказываю эту историю. Мне цыганка нагадала, чуть не отобрала цепочку. Короче, там такая скандальная история была. Вот, мне было 14 лет, реально. Шесть раз мне делали предложение. Шесть колец у меня есть. Ну, короче, видимо, последнее будет последним во всех смыслах. Что? Почему ты об этом спрашиваешь? Ну, просто если тебе понадобилось... Ребят, я читаю все сообщения. Вы пишите, типа, ответь на мой вопрос. Я просто прям иду сверху по порядку и иду вниз. Поэтому чуть терпения. У меня, видимо, сообщения от вас прилетают чуть позже. Ну и спасибо, если вы меня лайкаете. Мне безумно приятно. Так. Заблокирование адекватного Макса. Блин, такое ощущение, что это какая-то бывшая моего... Бывшего. Или какая-то девушка моего бывшего. Почему-то мне вообще кажется, что это баба. Вы всегда выбираете мужчин одного типажа. Ой, нет. У меня вообще нет типажа на мужчин. Я выбираю абсолютно разных мужчин. Если так всех проанализировать, в них вообще нет ничего общего. Вот от слова совсем. Ну, то есть типажа у меня точно нет на них. Так. Так. Так, пришлось заблокировать мне этого Макса. Уж простите, ребят, что-то мне поднадоел этот человечек. Читаю ли я директ? Все читаю. Как ничего? Надь, ты была на дне рождения Купина? Нет, не была. У меня было другое мероприятие. Вот. Поэтому не была. День рождения у меня 5 марта. Как часто делаешь брови? Всего второй раз в жизни. Потому что до этого отрастил свои. Ну, короче, захотела выровнять их по цвету, поэтому как-то так. Не хотите уменьшить расстояние между верхней губой и носом? Вот это, буллхорн. Нет, это я не хочу. Как Катя, колесничанка, точно не хочу. Спасибо, ребят, но нет. Меня устраивают мои губы. Я сначала хотела подколоть и так сделать. И потом подумала, что буду как все. Решила, короче, не трогать губы. 66 евро. Поэтому мне нравится вот так, ребят. Дальше. Бананы 5 линдиш по 9 и 10 евро. Билайтом пользуешься? Сейчас нет, потому что на стрессе за январь месяц я похудела на 6 килограмм. У меня просто нет необходимости сидеть на Билайте. Я вешу 59 килограмм, ребят. Поэтому нет необходимости в этом. Желик хорошенький, хоть и шкодник. Шкодник еще какой, блин. Вот ему имя очень соответствует. Как здоровье, как анализы. Лучше. Первые проблески у меня были по анализам. Здравствуйте. Это было неделю назад. У меня еще 10 дней перерыва. А потом заново курс. Короче, вот пока чуть лучше стало. Это, конечно, не те анализы, которые мне хотелось бы. Но это первый небольшой какой-то хотя бы просвет со 2 июня. Вот как я заболела. То есть вот за 8 с половиной месяцев первый раз у меня хоть какой-то бизнес в конце тоннеля появился. Интересно, интернет сделали, получилось. Тут проблема была в том, что интернет-провайдер был зарегистрирован на моего бывшего, с которым я не общаюсь. Там же личный кабинет, создан точка доступа. Ну, короче, вся вот эта вот история. Долго думала, как это все исправить. Уже вызывала другую компанию. Ну, короче, просто потом в итоге бывший мне дал пароль от личного кабинета и объяснил, как можно пополнять раз в месяц интернет и, ну, там, всю вот эту вот историю. В общем, поэтому у меня есть интернет теперь. И каналы в телеке у меня от интернета пока. Ну, то есть не от городской антенны. Ну, хотя бы так. Надюш, питайся твоим позитивом. Спасибо. Веришь в гадания? Я, да, я часто обращаюсь. Ну, как часто, не часто, когда у меня какая-то история случается форс-мажорная. Но я верю, что есть люди, которые могут предсказать будущее, которые могут посмотреть будущее, заглянуть в него там и так далее. Ну, то есть, да, верю. Самое яркое воспоминание за последний год – это появление жулика в моей жизни. когда мы с ней занимались любовью. И то, что 2020 год мне отметился тем, что я любила. Могу сказать, да, я любила. Я не любила 10 лет. И таких сильных эмоций не испытывала давно. Ну, вот, 2020 год у меня был очень противоречивый, честно. Как твой рабочий день прошел? Какой рабочий? Я не работаю в выходные. Спрашиваю, там страшно было прыгать? Ой, слушайте, я просто человек, который очень тяжело, наверное, отходит всегда от отношений. Это у меня вот с юности такая история. Мне нужно было как-то эмоционально переключиться, наполнить себя другими эмоциями в образовавшейся какой-то душевной дыре. И я рискнула, да. Я была одна девочка в самолете, которая прыгала. Второй раз, клянусь вам, вот честно, я бы не прыгнула. Первый раз ты не знаешь, на что идешь, но меня отпустила, переключила, и для меня это как терапия была. То есть, да. Не жалею, но второй раз уже не прыгнула бы, честно. Я не про глупо, а про расстояние. Ребят, меня все устраивает в своей внешности. Зачем мне сокращать расстояние? Мне, ну, как бы есть операции необходимые, а есть, мне кажется, блажь какая-то. Вот этот болхорн убирается, подрезается губа, подрезается губа. То есть, внутри будут шрамы. Зачем? Чтобы несколько миллиметров, ну, вот этого расстояния сократить. Это кожа срезается, это будет несколько шрамов. Это на губах, внутри губ будут шрамы. Я не хочу, чтобы у меня губы были в шрамах. Я вообще не хочу, чтобы у меня губы были, не знаю, там, подколоты каким-то говном или были в шрамах. Ну, вы серьезно мне предлагаете эту операцию? Вы хоть знаете, как она делается? Я не хочу себе таких шрамов. Зачем? Это реально какой-то гон. Ну, конечно, у тебя нет, чувствуемо. Нет, я парень серьезный. К счастью. Это Калина у нас серьезная. Нет, она толковая. Обычная женщина всегда хочет ребенка свое продолжение, даже если не получается с мужиками. Жизнь не присуща эти женские инстинкты. Какой бред. Это хочет женщина, которая нереализована и у которой хочется духовную пустоту себя и отсутствие реализации какого-то своего мира и интересов заполнить вот ребенком. Я знаю кучу примеров женщин, которые, не реализовавшись в жизни, выскакивая 20 лет замуж, рожали ребенка от мужчины, он уходил и у них останавливалась вселенная. Я никогда не хотела, блин, встретить мужика, чтобы по-быстрому от него залететь и родить, продолжить себя. Себя я могу продолжить, встретив мужчину, то есть как бы ребенок, я всегда объясняю, это моя философия и никого не заставляю так же думать. Ребенок это уменьшенная копия любимого мужчины. Это продолжение любви. Просто так быть мамой-одиночкой, родить, чтобы у меня бегал ребенок и не было любимого человека рядом, я так не собираюсь и не хочу. У меня был вариант это сделать ребят 10 лет назад. Если я так не сделала, а мужчины в моей жизни встречаются, поверьте, я не дерзкий. Просто примите тот факт, что я не из тех девушек, которые хотят ребенка ради ребенка. Я не хочу себя заранее обрекать на статус матери-одиночки. Я хочу встретить достойного мужчины, с которым я буду понимать, блин, он будет офигенным папой. С ним я хочу пойти по жизни, я его очень люблю и хочу от него ребенка. Я вам честно говорю, я впервые в жизни вот эти мысли у меня были в последних отношениях. Я, правда, я безумно хотела ребенка от человека, с кем встречалась. Но, как бы, блин, не получилось. Так бывает. Но мысли, конечно, были. Просто ситуация сложилась таким образом, что отношения не продолжились. То есть, ну, парень ушел. Поэтому, ну, всегда, когда я встречу другого человека, полюблю его так же сильно, я буду видеть в нем мужчину, партнера, желание с ним встретить старость и так далее, конечно, я рожу, пока на такой мужчина не встретился. Почему рекламируете разные аккаунты таблеток? Ребят, ну, потому что таблетки иногда... Таблетки не все у нас в России сертифицированы. К сожалению, у нас есть куча препаратов, начиная от онкозаболеваний и заканчивая препаратами спортпиты и таблеток для похудения, которые в России не сертифицированы. В других странах, да. А у нас, к сожалению, ну, по разным причинам, но нет. Поэтому часто выкладываю информацию, где точно есть в наличии, где можно приобрести вот прямо сейчас, а не ждать, когда поставка партии придет там через месяц или два. У меня всего есть пара магазинов, которые я периодически выкладываю. Новых у меня нет пяти или десяти источников. Вот есть парочка проверенных. Иногда я их выкладываю. А что про гадания, что там еще сказали, очень интересно. Это вы имеете в виду в четырнадцать лет, что мне сказали? Ну, кстати, у меня многие вещи сбылись, правда. Вот из четырнадцать лет. Тогда у меня прямо цыганка встретилась такая очень сильная. Твой бывший так и не объясняет тебе, почему он ушел без объяснения? Нет. Нет, мы не общаемся. То есть, ну, как бы, ушел, ушел. Значит, посчитал так нужным. Значит... Ну, я просто много узнала неприятных моментов. И мне, честно, стоило больших трудов и усилий над собой не разъехать человека, а внутри себя его великодушно простить за этот поступок. Это правда, не поверите, как это трудно сделать. Как легко сказать, да пошел ты на, чтоб ты там, не знаю, сдох и так далее. И как сложно внутри себя найти силы, какую-то внутреннюю энергию просто человека по-человечески реально простить. Не поверите? Вот я вам... Блин, ребят, я... Мне это далось нелегко. Честно, полтора месяца я читала аффирмации, чтобы его простить. Вот, я не знаю, мне кажется, поймут только те женщины, которых очень сильно предал и обидел мужчина. И чтобы вот не хранить в душе этот негатив, эти сильные эмоции, очень сложно простить человека. Правда, сложно. Но я собой горжусь, я это сделала. Сейчас я об этом говорю даже спокойно, не рыдай, как у меня было это все полтора месяца. Какие цели на этот год? Я не приехал, если бы я тебе сказал... Хочу денег, хочу путешествий, хочу новых эмоций, впечатлений. Цели простые, как у всех людей, мне кажется. Что у вас за болезни, если не секрет? У меня апластическая анимия. Если почитаете, вам станет страшно про это заболевание. Надь, у вас смешно нет нормальных парней, свободных. Может обратить внимание на тех, кто не связан с шоу-бизнесом, инстойтовым и так далее? Ребята, с чего вы решили, что я ищу себе мужчину, который связан с инстойтовым и так далее? Сердцу не прикажешь ты встречаешь человека, с которым тебе интересно. Но в любом случае, люди должны как-то совпадать в идеологии, в целях нашей жизни и так далее. Чем он занимается? Еще 10 вопрос. Кого мы нашли? 23 февраля кого-нибудь поздравляли? Вообще никого. Даже честно забыла брату написать. Никого не поздравляла. А, нет. Сегодня мы звонили одному человеку. Нам нужна была консультация по телефону. Вот его единственного мы поздравили с Анюткой, с подружкой. Больше не поздравляла вообще никого, клянусь. До сих пор в холоде. Да. Сделай запрос перед сном и приснится возможный ответ. Так у меня нет вопросов. Что нужно спросить перед сном? Вы задолбались со своими инстинктами человека. Зачем кладить детей, у кого не будет отца и полноценно синие? Вот, клянусь, спасибо, что хоть кто-то, блин, понимает мою точку зрения и думает так же. Хотя бы понимает. Потому что мне так кажется, что я в сумасшедшем доме. Что, блин, все люди думают по-другому, а я какая-то ненормальная. Привет. Привет. Я Лара. Бывшие не пытаются мириться? Нет, ребят, мы не общаемся. Он единственный. Мне было... Я оценила тот момент, что он извинился. Единственное, все. Ну, как бы, нет, мы не общаемся. Хорошие губки. Спасибо. Спасибо. А если бы нос был с горбинкой, сделали операцию? Так, у меня нос был с горбинкой, я и сделала операцию. У меня была ринопластика. У меня был нос с горбинкой. У меня был он широкий, потому что у меня прадедушка цыган. Вот, поэтому я делала ринопластику, не вижу в этом ничего плохого. Но, понимаете, это делает выражение лица милее. То есть, ну, как бы, у меня был широкий шнобель огромный, и я сделала, ну, там, аккуратный носик, сохранив его, там, природный, ну, там, чтобы вот он не теряя индивидуальности. А так вот, ну, для меня убирать булкорн вот этот, вот сюда вот подрезаю, внутри подрезаю. Да ну, нет, ребят, я так губы не хочу трогать. А мой ребенок уменьшен на копию меня. Ну, это не важно. Он же в любом случае рожден в любви от любимого мужчины, с кем вы хотите встретить старость. Я вот об этом. За всеми моими недостатки. Мир жить чем-то похож на мать, он более хозяйственный. И это хорошо. Так, так, так. От него больше всего ждали. Отличная мысль, сейчас покажу вам. Были у тебя любимые мужчины? Почему так, в принципе, они мне выйти замуж за него? Я любила, мне кажется, два раза. А сейчас иногда думаю, может быть, и не любила. Если любовь вот так заканчивается, может быть, это и не любовь была. Почему желание выйти замуж? Слушайте, а я что, недостойно взять фамилию мужчины и вместе с ним быть продолжателем его рода? Я что, инкубатор, который просто рожает? Я что, недостойная девушка, чтобы меня замуж взяли? Я считаю, что если мужчина любит, он не боится ответственности, и он с удовольствием возьмет женщину в жены, а не просто будет сожителем и просто с ней трахаться. Ну вот как бы в этом хочется, чтобы мужчина понимал, что если он вступает в отношения, он готов к семье, то это, конечно, законный брак. Покажи собачку. Собачка спит просто в коридоре, не хочет ради этого включать свет и будить ее. Почему я его совсем не нашел? Вы не знаете? Это из-за меня. Мы все время вместе. Тогда все хорошо. Ты знала его совсем мало. Кого? Какую-то, видимо, часть вопроса я пропустила. Кагировна переживает, родит Надя или нет. Походу, да. Ты можешь идти, если хочешь. Я закончу. Ты уверена, спрашиваешь? Да. Ты же хотела сегодня сходить к сестре. Да. Все равно жутко, что он просто ушел. Разговор был бы нужен. И, может, тебе стало легче. Так я его отловила спустя три дня. Попросила объяснений. То, что он мне лепил какие-то отмазки, ну, это не объяснение. То есть, я понимаю, что человек даже в том разговоре, последний разговор был. Но вот спросите меня честно, понимали ли я, почему он ушел? Нет. Прошло время. Жизнь мне объяснила за полтора месяца. Я узнала много неприятных моментов про него. И сейчас я уже догадываюсь, почему он ушел. Но это, опять же, мои догадки. Но у него так не хватило духу мне объяснить это. В любом случае, это, конечно, будут мои догадки. Но, как бы, разговор последний он был. Так. Твой последний бывший босс работы где-то с ним познакомился. Ой, пожалуйста, давайте вот не о бывших. Ну, Серёж, какая разница, кто он был, откуда, где мы познакомились, если он уже бывший. Если бы это был мой нынешний или потенциально будущий, но ещё можно поговорить. А сейчас, ну, смысла как бы нет уже это обсуждать. Ты не связываешь обострение заболевания с эшелами? Как одной из причин это может быть, но у меня в детстве был уже диагноз анемия, поэтому эшелы могли просто спровоцировать и обострить, но никак не причиной являться. Так. Это вместо гадалки запрос перед сном. Бывает, не знаешь, как поступить. Да нет, у меня обычно я, как бы, не те вопросы задаю. Обычно я всегда знаю, как поступить. Я всегда спрашиваю вопрос здоровья. Ну, то есть, как бы... А потом, когда меня начали пугать бесплодие, я спрашиваю, будет ли у меня ребёнок. Ну, и семья. Да, то есть, тут не вопрос, как поступить. Как поступить, у меня нет проблем с этим. Знаете, ты выбираешь больше второй или астрологию? Спорный вопрос. И то, и то выбирала в разный период жизни. А так вот, чтобы либо-либо... Не могу сказать. Есть какие-то последствия после ринопластики? Вообще никаких. Но он задышал с первого дня, как вытащили бинты из ноздрей. Всё. Так. Настя, опять депрессия? Нет. Всё хорошо. Просто с классенькой хочется. Хе-хе-хе. Хе-хе. 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 Есть не секрет, дорого стоило ли операции. Кого посоветуете? Слушайте, у моего врача, который мне делал ринопластику и маму пластику, сейчас очень скандальное дело и суд грозит. Поэтому сейчас он не оперирует, а других не могу посоветовать, потому что не знаю, не делал у них ничего. Sorry, вопрос немножко... Не знаю, о чём даже ответить. Зайдите после прямого в дилект, очень важно. Хорошо. Так. Надь, слушайте, а по-моему это не про семью. Да, вообще и не про семью, и не про детей. Это мне, кстати, так один мужик говорил, типа, ой, слушай, да может ты просто семью не хочешь? Так говорит тот, которому отказали, кто не нашёл подхода ко мне. На самом деле очень простой человек, и никаких завышенных требований к мужчинам нет. Всё, что я хочу, чтобы меня любили, понимали, ценили и были со мной честными. Вот насчёт последнего пунктика, это прям проблемка какая-то. Почему-то очень много в моей жизни встречается мужчин, которые потом становятся бывшими, которые по отношению ко мне ведут себя нечестно. А мне это важно, то есть если я отдаюсь мужчине в отношениях честно и хочу ровно такого же к себе отношения, или не начинай, грубо говоря, эти отношения. Ну я не верю, что можно на двойной жизни и на лжи построить какие-то серьёзные и крепкие отношения, ну вот серьёзные. Так, пересчитайте счёт за отопление. Да, уже подала заявление на перерасчёт электроэнергии в связи со всеми этими обстоятельствами. Пожелаю тебе женского человека достойность. Спасибо. Тебе нравится твое имя? Просто тоже Надя. Я всегда себя в институте, на работе, знакомым, представляю себя как Надежда. Мне нравится именно Надежда. И только близкие меня зовут Надюшка, Надюша, Наденька. То есть именно Надежда мне нравится Надя. Мне непонятно просто, что это значит Надя. А Надежда очень смысловое имя. Да, очень нравится. Как относишься к сайту знакомств? Можно ли там найти мужа? Честно, знаю примеры, что люди познакомились реально на сайте знакомств. Но вот для себя пока эту область ещё не исследовала, потому что у меня нет ни на одном сайте знакомств, ни одной анкеты. Но я подумываю об этом и уже думаю, может быть, есть какие-то интересные сайты, я бы зарегистрировалась даже. Ты позитивная. Спасибо. Надь, завтра на работу пойдёшь? У-у-у. Так. Не комплексуешь на тему бровей? Да блин, вот пока у меня все про это начали спрашивать, комплексую. Вообще у меня три дня мне ещё потерпеть, не ободрать это всё руками и будет всё хорошо. Носик маленький становится, может потом тяжело дышать, хвостик дробёт. Слушайте, ну вы не делайте прям совсем маленький нос, должен быть гармоничной частью вашего лица. Не делайте себе нос как у Майкла Джексона и будет вам счастье. А если склонность к килоидным рубцам делать лиринопластику? Да, но как бы нужен опытный врач, желательно отоларинголог, чтобы понимал всё внутреннее строение. Делать, конечно. А скулы губы можно делать с вашей болезнью? А губы я и не делала. А насчёт скул? Сейчас можно, мне нет ограничений. Причём я спрашиваю, какой препарат. То есть да, сейчас можно. Но противопоказаний к этому у меня нет. С Гобозовым общаешься? Сейчас нет. Вообще не вижу смысла общаться с бывшими. Мне когда расскажут, что с бывшими там дружат или как-то, ну это бред. Дружить, общаться нейтрально с бывшим можно, если у обоих налажена личная жизнь. Ну как бы я не умею дружить с бывшими, с которыми ты когда-то делил кровать. Ну вот, я не знаю, кто-то может быть меня поймёт. Как угораздила на Гобозова? Слушайте, ну в 23 года много ли мне было надо? У меня до Гобозова был всего один мужчина. А Гобозов романтик с гитарой, весь такой эмоциональный, взрывной, темпераментный. Для второго молодого человека по жизни, ну то есть как бы, блин, с ним было интересно, классно. У меня было 23 года, ребят, у меня не было опыта вообще никакого. Потом дышать тяжело, у вас норм нос дышит. Да, ребят, нос у меня дышит с первого дня. Это не страшно, делайте, даже ни о чём не пожалеете. Рустам Солнцев странно. Помню, как воровала на проекции, сейчас срёт всех тип святой. Знаете, не конкретно в адрес Рустама камень в огород, но очень многие люди, это вот есть такая поговорка, очень многие бабы, проститутки к сорока годам становятся последними моралистками. К слову, когда все говно, а я в белом, как в анекдоте. Поэтому вообще не удивляюсь. Так. Коврики тепло? Не знаю, такой коврик. Впервые слышу. А что суд вердик? Нет ещё суда, пока идут только слушания, ребят, поэтому всё нормально. Дело с врачом, к сожалению, пока не движется, как хотелось бы. Где вы познакомились с Рустамом? Так. В поезде? В каком поезде? Ничего, он не воровал этот сценарий. Да в смысле не воровал? Рустам воровал, блин, ноутбук. Обманул детекторы, его наше руководство прижучило и вытрясли из него этот ноутбук и признание. Сейчас-то он, конечно, расскажет, что типа сценарий. Вот знаете, мне всегда казалось, что... Ну ладно, когда про сценарий говорят участники, которые, ну там, был безгоду недели там, и вот ему стыдно сказать, что он дичь творил, что там девочку, не знаю, ударил, или там бухал он, рыгал, рискал, с кем-то беспорядочные связи вёл. В таких моментах общественному мнению родственникам признаться трудно, и ты говоришь, ой, на самом деле я хорошая, это вот роль у меня такая была. И только очень сильный человек, сильный дух, можно сказать, да, ребят, ну, блин, какой сценарий, что смеяться? По юности творил дичь, в чём-то иногда о чём-то жалею и раскаиваюсь, но это было. Конечно, все сразу валят на сценарий. Нет сценаристов, ребят, жизнь лучше сценарист. Был бы такой сценарист, мне кажется, вы бы уже давно за границу выкупили бы. Ну, прикиньте, есть человек, который обеспечивал бы резьбу в программе на 17 лет. Вы бы уже, блин, с руками и ногами оторвали, был бы намекать самым влиятельным человеком в Форбсе. Нет сценариев, ребят, и не было. А что? У вас есть молодой человек? Нет, молодого человека у меня нет. Нет, вовсе нет. Замуж вышли? Нет, не вышло. Брови можно мазать жирным кремом, быстро шелушение уйдет. У меня сказали, в идеале, если я вытерплю, лучше вообще ничем не мазать. То есть так быстрее пройдет корочки. Но, говорит, если прямо чесаться начинает, да, лучше мазать вазелином. Вы такая открытая на вопросы отвечаете. Ну, я стараюсь, честно, потому что я считаю, что людям нужно давать обратную связь. И мне будет очень приятно, если вы периодически в прямом эфире будете меня лайкать, потому что так я хотя бы понимаю, что я не сама с собой разговариваю, что у меня не клиника, все нормально, что вы реагируете и вы меня слушаете. А то такое ощущение, что я сама с собой реально. У вас есть в инстаграме фотки со старым носом? Конечно. Нос я делала в 2015 году в ноябре. Если вы долистаете мой инстаграм до конца, ну там 13, 14, 15 год откроете, вот там мой старый нос. Я не скрывала это никогда. Разве можно обмануть детектор? Да, ребят. Легко вообще. Как нефиг делов. Как планируешь дыры отмечать? Честно, пока не знаю. Даже не знаю, будет ли я отмечать, если честно. Детектор, ребят, детектор обмануть возможно. Я знаю кучу примеров, когда в мое даже время участники Дома-2 обманывали детектор. Поэтому можно, ребят, обмануть детектор. Почему не все читаешь? Я стараюсь все читать. Просто некоторые вопросы, ребят, повторяются. Поэтому, если вопрос повторяется или я на него уже отвечала, я просто его пропускаю. Две с половиной недели корочки сходят, вазелином лучше не мазать. А мне мастер сказал, нужно вазелином мазать. Вот у меня пять дней прошло и стали появляться корочки. Сны с Римом общаетесь? Нет, ребят. Нет, с Римом общаетесь?